Особое мнение на 101FM Вы подняли, давайте с нее и начнем Говорили вы о том, что чиновники не слышат депутатов Причем я это слышу уже не первый раз и не только от вас Эта тема каждый год всплывает с каждым новым руководством Но никак, видимо, не решается На Думе, так как обсуждение вопросов, которые в разном идут, не предусмотрено Вам ничего не ответили на ваше выступление Но вы сами, как считаете, почему так происходит? Ну да, речь шла о том, что даже нисколько то, что не слушают А то, что не выполняют те задачи, которые ставит перед ними население через депутата Причем задачи не глобального характера построить там третий мост или еще что-то Задачи достаточно простые, утилитарные И, на мой взгляд, я об этом говорил Значит, в принципе, наверное, много всяких препонов Но одно из них, это мое особое мнение Что достаточно много людей задействовано в этом процессе Слишком много уровней прохождения этой информации И когда много людей, ответственность размывается И спросить вроде бы и не с кого То есть, как бы, вроде проблема понятна, решение ее понятно Но сделать ничего не могут, перекладывают друг на друга Но это, повторюсь, мое суждение И плюс, я считаю, что недостаточно делается на этом акцент Потому что задача действительно простая Ну, как пример, это установка павильона на новой конечной остановке Ну, временной, точнее, новой установке 20 маршрута Это вопрос пару часов Удивительно, знаете, что даже решение предложено, да? Вы сказали конкретно, где этот павильон можно взять на Пролетарской, да? И перевезти его туда Вроде бы все понятно Прошли сутки заседания, то есть со вчерашнего По состоянию на 10 утра павильона нет А до этого еще сколько этот вопрос решался? До этого я впервые поднял этот вопрос в прошлый четверг То есть вот неделю назад это поднято было на комиссии Потом это было, получается, в среду То есть времени было просто, ну, безумно много Вот, и я даже подсказал, где можно найти павильон Хотя я думаю, что есть и в более близких местах Вот, потому что ситуация, ну, она доходит до абсурда Когда население, повторюсь, там, через депутатов Потому что я не высказываю свою точку зрения Это обращение людей Люди, которые платят деньги в бюджет И которые платят зарплату чиновникам В том числе главе администрации Поэтому они говорят, мы хотим вот это Они не просят, повторюсь, никаких-то фантастических идей Они просят простых вещей, которых в бюджете Точно достаточно ресурсов Нужно просто взять и сделать И когда это не происходит Мне кажется, это одна из причин Значит, это достаточно большой аппарат Который друг на друга перекладывает И на те руководители, и, наверное, еще на какие-то департаменты Кто эту задачу, простую задачу должен решить Если бы людей было бы меньше Если бы зона ответственности была бы четко проговорена То я думаю, что вопрос был бы решен еще бы в прошлый четверг А не будет обратного, когда будут говорить Что у нас рук и людей не хватает? Ну, я высказывался уже эту точку зрения Я считаю, что несмотря на все ситуации, которые сейчас есть В том числе с пандемией и с оптимизациями, которые есть Аппарат администрации Я сейчас говорю не только про фактическую администрацию В том числе про муниципальные предприятия, которые там есть И всевозможные государственные учреждения, муниципальные Бюджетные учреждения То есть их слишком много Потому что одно из обещаний Дмитрия Валерьевича Томосипова Это о том, что будет проведена достаточно серьезная работа по оптимизации Нам было озвучено, что результаты будут по итогам работы по маю То есть в конце мая должна комиссия закончить работу Сегодня конец июля Мне информации нет Возможно, работа еще ведется Возможно, работа закончилась Но результаты пока не опубликованы Но я не вижу за этот период никаких решений по оптимизации Того состава численности чиновников, которые есть Я считаю, что он раздут Чрезвычайно раздут И такими темпами у нас скоро каждый второй житель будет работать В той или иной госслужбе Еще на этот счет у меня есть вопросы Опять же, с вопросом, почему так происходит Депутаты часто поднимают в разном вопросы В которых рассказывают о том, что творится в городе В плане обращения с землей Госзакупок Раскрывают вещи, которые в дальнейшем могут перерасти Возможно, даже в какие-то уголовные дела В частности, Денис Ерохин Последние два заседания Это интересные вещи вытаскивает А нет ощущения, что если об этом громко не говорить То все незамеченным остается и заминается И почему так происходит? Действительно, в последнее время достаточно много было Мне кажется, информации для правоохранительных органов Полученной в результате выступлений депутатов Я считаю, это мое личное особое мнение Что, безусловно, если бы этот вопрос не поднимался То, наверное, он бы не получил того развития, которое сейчас есть Почему это поднимают депутаты, а не кто-либо еще Это, конечно, достаточно большой вопрос Но ситуация, которая сейчас происходит В плане открытости ее стало чуть больше И я надеюсь, что в дальнейшем у нас таких ситуаций Когда мы будем доносить до населения Посредством в том числе публичных выступлений О тех случаях нарушений Будет все больше и больше И самое главное, чтобы был результат Чтобы, безусловно, были определены виновные Если они такие будут И они должны понести заслуженное наказание И тогда жизнь точно будет улучшаться И будет все более справедливо, чем сейчас А вообще вот эта вот история То есть депутаты, они для этого и нужны, да, что называется Или депутатам приходится вот в этом копаться Все это вытаскивать, потому что они понимают Что по-другому никак Ну, моя точка зрения там Безусловно, это должно в первую очередь заниматься Правоохранительные органы Но я уже тоже говорил в эфире не один раз В моем понимании депутат это такой же житель города Кирова, как и все Но в силу определенных причин Готов взять на себя представительные органы Той части населения, которую его избрали То есть, по сути дела, те нарушения, которые там сейчас публикуются Они в первую очередь касаются каждого жителя нашего города Это не построенный садик Это не построенная дорога Потому что если речь идет о каких-то убытках То это наше с вами имущество Это наше с вами Поэтому я считаю, что это априори не главная задача Но для меня достаточно логично Когда депутат поднимает вопрос Повторюсь, потому что это защита интересов жителей Вот, депутат не получает зарплату Там в большинстве случаев Если он не занимает там пост главы города или заместителя Поэтому это точно не его интерес Получать какую-то финансовую выгоду Он в первую очередь, я считаю, защищает интересы жителей И тем самым получает от этого пользу Поэтому здорово, если правоохранительные органы Будут этим заниматься более плотно Но для них тоже, наверное, нужны какие-то сигналы И если они их получают от депутатского корпуса То замечательно А вот если говорить о работе депутатов Накануне Елена Ковалева выступала с докладом О том, как Дума отработала вот в этом году А вот на ваш взгляд Там много было названо действительно вещей Важных вещей Но вот на ваш, опять же, личный взгляд Какую оценку можно поставить за год И насколько удалось сделать все, что хотелось бы Что нужно было сделать Ну, этот отчет, в первую очередь, как главы города Я бы так сказал Поэтому и в формате главы города Тот отчет, который мы видели Он отражает тот формат работы В отчете мне лично, например, не хватило каких-то конкретных моментов Но тогда он состоял бы из нескольких томов И поэтому он вполне логичный То есть в нем прозвучала информация Сколько прошло заседаний Сколько было принято решений Какие-то конкретные примеры Как прошли предыдущие выборы То есть этот отчет, он для меня Не являлся чем-то новым Потому что это отчет про нас Ну, вот я немножко даже не о том, чтобы отчет сейчас обсудить А о том, чтобы вы свою оценку поставили Своё мнение высказали О том, как удалось работать Если говорить в целом про думу Ну, если в целом про думу То я считаю, что, наверное, оценка три Там и в том числе и себе Потому что, к сожалению, из пятибалльной системы Я считаю, что всё равно можно было бы сделать больше Но динамика точно есть Если брать со стороны предыдущие созывы То эффективность работы Кировской городской думы Она, безусловно, возросла Она стала, как минимум, более открытой Это я вот то, что наблюдаю Если раньше я был сторонним наблюдателем Сейчас изнутри я вижу, что информации стало больше Это здорово Потому что, повторюсь, ещё раз говорю Дума – это представительный орган всех жителей нашего города Кирова А про эффективность здесь, всё-таки же, я считаю, что Она неразрывно связана ещё и с исполнительной ветвью И если даже мы будем принимать какие-то верные решения Но исполняться они будут неэффективны То, безусловно, жители будут спрашивать в целом Почему так стало плохо Потому что на примере, опять же, той же остановки Это вопрос к исполнительной власти Но, безусловно, жители в том числе задавали мне Почему я не могу этот вопрос достаточно долго с их точки зрения решить Хотя он достаточно простой То есть три не только из-за вас Но и из-за того, что вот это вот общение никак не налаживается Потому что часть решений, оно, к сожалению, не в чисто компетенции депутатского корпуса Но динамика однозначно есть Вот, там три-четыре с минусом, я бы так сказал Потому что, если говорить То есть удовлетворительно для меня оценка, когда есть динамика вперёд Поэтому я достаточно объективный Я и свою оценку оцениваю как депутата на три Потому что, безусловно, много что получилось сделать Но ещё больше не получилось А что самое важное для того, чтобы до четвёрки, до пятёрки дорасти? Ну, тут, наверное, если говорить про Думу или про меня в целом И про вас, и про Думу Ну, если про меня, то, безусловно, необходимо довести до окончательного решения Те достаточно большие, я считаю, вопросы, которые получилось сдвинуть Но они не закончены Это ремонт двух грунтовых дорог в моём округе Вот, это там и вопросы по школе Хотя, наверное, по садику получилось Поэтому, действительно, там оценка только три Вот, по Думе примерно то же самое Потому что что-то, говорю, получается, что-то нет К сожалению, и вопросы с бюджетом Они приходятся идти через достаточно неприятный процесс Потому что объём поступлений, он оставляет желать лучшего И приходится достаточно много в этом вопросе работать И исполнительная власть в лице администрации, безусловно, как бы очень сильно влияет на этот процесс Потому что они являются исполнительными И не всё получается так здорово, как хотелось бы Но, повторюсь, это моя точка зрения Мои коллеги по фракции и по Думе, возможно, считают иначе Ну, со стороны точно видно, что у этого созыва зубки поострее Если говорить конкретно о выступлениях О вашем мы уже поговорили Имя Дениса Ерохина уже я упоминала Он не первый раз, кстати, выступает В прошлый раз он рассказывал о том, как земля неэффективна у нас используется в городе В этот раз рассказал, что новые кировские троллейбусы оказались какими-то настолько некачественными, что будто и не новыми Закупили их в конце прошлого года, они тут же начали ломаться Зимой уже температура минус 15, они перестают работать Летом у них отказали кондиционеры Что интересно, тестировали башкирские троллейбусы в городе, а купили потом вологодские Я хочу спросить не только касательно этой истории, а вообще Потому что опять в очередной раз что-то всплывает И вот три варианта ответа у меня есть Может быть вы ответите каким-то четвертым или что-то из этого Это не профессионализм? Это очередные проблемы с аукционной системой, на которую очень много сейчас валят? Или это вот те самые, как тоже говорят депутаты-схематозы Которые все еще продолжают всплывать, несмотря на то, что кем-то уже занимаются правоохранители? Ну, наверное, про третий вариант лучше ответят правоохранительные органы Тут я, правда, не настолько глубоко в теме, как мой коллега Денис Но, наверное, и первый, и второй пункт это да Я бы добавил на него, как раз повторюсь, то, что я и говорил Как бы слишком много людей, которые завключены в этот процесс, но при этом ответственность размазана То есть если бы, например, на простом примере В свое время были достаточно интересные работы стройотрядов Я сейчас говорю про советское время И исправил, как бы, есть некий объем размера этого стройотряда Как только он становился слишком большой, всегда в нем появлялись, ну, не скажу, что тунеядцы Но люди, которые работали менее эффективно, чем другие То есть они как бы и не нужны вроде, да? Они как бы и не нужны, но в количестве они как бы есть Поэтому, и это там не только здесь Это, я думаю, что и в системе, там, значит, военной Там это не даром делят, там, на отделение взвода и так далее То есть поэтому я считаю, что когда структура слишком большая Она становится слишком неповоротной Достаточно много людей, которые вроде за что-то отвечают Как бы, но не отвечают в целом Потому что ситуация с троллейбусами, она не последняя, не первая Потому что то же самое было по созданию маршрутной сети новой, которая была в прошлом году И так и никто не наказан То есть все, ну, в целом признали, что работа выполнена не так, как хотелось бы населению Но почему так и кто виноват, мне не расходятся Потому что каждый передает себе, что вот контракт заключали еще до меня Там приходит чиновник Другой говорит, да, применяли до меня, но подписывал там не я Я был там в отпуске, на больничном Ну, то есть вот такие истории, которые они вскрывают Они как раз, когда структура слишком большая и неповоротливая Она дает возможность спрятаться за других Спрятаться за другие решения, за другие лица И найти вот того человека, который все-таки же ответственен Или в том или ином неправильном решении Или наоборот не в принятии какого-то решения Его достаточно сложно Все это, точнее многие это понимают Повторюсь, это мое мнение Там, да, и эту ситуацию используют И ситуация с троллейбусами такая же Ну, ведь в любом случае какой-то конкретный человек Кто из тот Иванов, который принял Вот я вам говорю, даже правоохранительные органы К сожалению, там не расскажут, что это был один человек Их будет несколько И иногда даже это не связано лица И электронный проездной показывает нам о том, что ситуация не так проста Потому что, к сожалению, система самой работы Система законодательства позволяет, повторюсь Такие варианты, схемы, там, или еще как назвать Там это лучше все-таки же дадут действительно оценку правоохранительные органы Она как бы позволяет Если же была ситуация очень прозрачно То, в принципе, все очень понятно Кто ответственный Там, если ответственный, там, этот человек Там, все должны знать, что его зона ответственности в этом Но, безусловно, система торгов Она тоже несовершенна Я с этим абсолютно согласен Как бы, но, опять же, мы видим и более удачные решения И менее удачные решения Потому что, если говорить, например, о Там, каких-то положительных изменениях То мы видим, что в этом году Как минимум сроки начала выполнения работ Начались раньше Следовательно, опять же, существующая система Ничего не изменилась То есть, следовательно, если в прошлом году Там, в середине лета мы видели, как дорожники начали работать В этом году еще весной Ничего не изменилось Но если захотели Изменился только подход Захотели, получилось Там, да Поэтому я к тому, что, безусловно, все факторы важны Но, к сожалению, это, наверное, не последний случай И мое, еще раз говорю, мнение Значит, помимо того, чтобы сотрудники должны быть более Более квалифицированные Более профессиональные То есть, безусловно, их количество Я сейчас говорю не про учителей Безусловно, и врачей Я сейчас говорю про управленческий персонал Я считаю, что он достаточно избыточен Возможно, он перегружен бумагами И не хватает какого-то электронного документа оборота Или его совершенствия и так далее Но я сейчас вижу о том, что Для решения простой задачи Вот я обозначил на вступлении Пять пунктов, которые решить Ну, просто можно в течение одного дня Но за счет того, что есть эта вертикаль К сожалению, в Кирове уже тоже появилась своя микровертикаль власти Когда один позвонил другому Третьему, там, написал служебную записку Проходит время Как бы, а ситуация не меняется Причем мне там не нужен ответ Я уже говорил, мне нужно, чтобы эта проблема была решена Вот вчера прошло заседание Думы Пять простых вопросов Я для себя там обозначил Когда же они решатся Вот сколько времени нужно решить Эти вопросы, которые уже в очередной раз Я обзвонил всех Вот сейчас будем смотреть И я обязательно Проинформирую своих избирателей О сроках выполнения Пять простых задач Для того, чтобы запомнить Которые вы даже подарили Блокнот чиновникам Да, ну Это я думаю, что В том числе Когда мы не регулируем сроки Потому что ведь Если говорить про другую ситуацию Там ситуация с ремонтом дорог Чернышевского Сроки были Переносились два раза Июнь, потом июль И они до сих пор не выполнены Более того И сегодня не сделано еще ничего И вопрос опять же Ведь это в чем Возможно кто-то не контролирует Процесс выполнения Возможно Необходимо более системно его решать Там разделяя на какие-то блоки единицы Возможно Повторюсь там Где-то на каком-то этапе Действительно не хватает Какого-то человека Но система в бизнесе Работает по-другому Вот в бизнесе Если говорить про ситуацию Она же Проблемы управления Они точно такие же Поэтому возьмите Все что лучше есть в бизнесе Принесите к себе Потому что Любой бизнес Давно бы прогорел Если бы количество Управленцев Средне-высшая звена Было бы сопоставимо Вот с этим же ситуацией Потому что Ну вот в любом В том числе Так и говорится Там о центральной бухгалтерии В которой количество бухгалтеров Больше чем количество школ Потому что Такой норматив Я понимаю Что повторюсь Там эта ситуация В том числе С несовершенством Нашего закона С его двузначностью Иногда Но тем не менее Получается парадоксальная ситуация Ни один бизнес Б не выдержал Такой нагрузки Административного аппарата Повторюсь Который сейчас есть При этом Этот аппарат получает В ряде случаев Относить Очень небольшое вознаграждение В том числе Потому что Ну бюджет не резиновый Такие ставки Я считаю Что лучше нанимать Профессионалов Пускай их будет меньше Платить им больше Но их эффективность Будет совершенно иная И они будут на виду И никто не спрячется За каким-то решением Выйти сейчас на дорогу В город И спросить А кто в городе Отвечает за дороги Я сейчас говорю Не про главу администрации А про конкретного человека Я думаю Что из Там ста человек Нам вряд ли ответит Это повторюсь Мое мнение Кто-то То есть нету человека Следователь он понимает Что если что Да журналисты его найдут Но обычный обыватель Который живет с ним Иногда на одной площадке Или там ходит в один тот же магазин Он даже не знает Что вот именно этот человек На ваш взгляд Люди должны знать Своих чиновников в лицо Причем Большинство Если их много Это невозможно Невозможно запомнить 100 человек Если их будет меньше Если будет понятна Зона ответственности То все будет понятно То есть все вопросы Идут достаточно понятно На примере опять же Там дома Где являюсь Председателем совета дома Знать в лицо для чего Чтобы чиновнику стыдно было Я образно сказал Я образно сказал В том плане Что вот даже Когда я пишу запросы Там я всегда адресую Их главе администрации Не потому что Вот ему нечем заняться А потому что иногда Даже я не успеваю Следить за теми Изменениями Ротациями Для того чтобы понимать Что я захожу За взрослый Сверху вниз А не напрямую Потому что Даже я не всегда Владею информацией А кому нужно было Написать про остановку Вот кому нужно было Написать про остановку У ДПИ Или дорожному хозяйству Или городскому хозяйству Или может быть В АТП То есть как бы Безусловно возможно Это моя вина Что я в этом не разобрался Иногда система Меняется очень просто Повторюсь Я не чиновник Я представитель Жителю города Кирова У которого есть основная работа И который взял на себя Дополнительные функции Поэтому я пишу запросы Через господина Осипова Тем самым Может быть Перегружая его аппарат По документообороту Но сделайте прозрачную картину Чтобы где-то Можно было понять Этот человек отвечает Раз, два, три Все понятно Отвечает раз, два, три Кстати Наверное есть здравый смысл Еще в том Что когда Фамилия чиновника Конкретного Не только Осипова Которого все знают А любого другого Начинает часто Где-то мелькать В пабликах В разговорах Особенно там В каком-то плохом ключе Наверное должно Немножко стыдно стать Как-то захотеть Исправиться Ну конечно А если А если тебя никто не знает И не видит То сидишь дальше Тихонечко И все Давайте мы сейчас Наверное сходим на перерыв А потом продолжим Особое мнение На 101FM Продолжается наша программа У нас еще 15 минут И я хочу сказать Что не только я Но и наши слушатели Могут задать вопросы Нашему гостю У нас сегодня в студии Михаил Ковязин Депутат Кировской гордумы Можно писать На телефон 8 909 720 101 и 0 Есть у нас И вайбер И ватсап Можно написать И вконтакте Там тоже есть Наша страничка В телеграм В общем Где угодно Если у вас есть Что спросить То мы будем Очень рады А пока Продолжаю Задавать свои вопросы Я Один из пунктов Которые я назвала Мы уже здорово Разобрали По поводу Профессионализма Либо непрофессионализма Чиновников Раздутости аппарата Вот еще два Аукционы Ну и так называемые Схематозы По поводу аукционов Есть у меня вопрос Вот еще один пример Когда питерский подрядчик Спецстрой Строил у нас Четыре новых дороги Вот Построить должен был В конце прошлого года Вот наконец-то Сдали улицу Попова Сегодня радостная новость Везде Да В лентах появилась Вот опять же Вопрос Почему Сдали почему Потому что Значит Питерский не справился Привлекли своего Субподрядчика Кировского Вопрос Почему Изначально Так было нельзя Вот все время Валят на эти аукционы Да Что мы не можем Значит выбирать Мы можем только Кто Значит Лучше Нам Предложит сумму Все эти годы Вот Не знаю Много лет На это валят Но почему За эти много лет Нельзя ничего Изменить Могут ли депутаты Может быть Что-то сделать В этом случае В этом случае Или нет Кто должен Или так удобно Ну вот Если это Столько лет Существует Значит кому-то Это нужно Вот это мое ощущение Я считаю Что это Федеральный закон Поэтому Наверное В большей степени Это вопрос К нашим Государственной думы К нашим Исполнительной власти На федеральном уровне Особо невозможно Как-то снициативу Потому что К сожалению Там есть еще Вопрос По организации Конкурса Есть конкурсы Есть тендеры Аукционы Все они различаются Я слышала Что депутаты Тоже Делали предложение Что давайте будем Здесь Достаточно много Нормативных актов В которых Я правда Не силен Но Ситуация Правда Не очень простая И безусловно Город заинтересован Был однозначно Чтобы эта дорога Была сделана Вот Поэтому Мне кажется Пока Существует Эта ситуация Там С конкурсами То есть Мы будем получать Номинально Это же касается Не только дорог Это касается И проведения Фонда капитального ремонта Мы получаем Самого дешевого И это точно Не самый качественный Подрядчик С возможностью Субподряда И он нанимает Других людей Мы видим Что во дворах По комфортной Городской среде Работают совершенно Иные люди Организации Чем выиграли Эти конкурсы Потому что Они имеют право Повторюсь На этапах Субподряда Решение Это есть Мое мнение Это решение Нужно принять На федеральном уровне Пересмотреть Норму закона Или сделать Какие-то Дополнительные ограничения Убрать Тот же субподряд И тогда Наверное Возможность Субподряда Сейчас она прописана Что она возможно Точнее Это предполагает Если мы уберем Мы тогда Уже Будем в ситуации Сталкиваться с другой То есть Если я участвую В конкурсе И я понимаю Что никто Кроме меня Не сможет Это сделать И я вынужден Этих людей Брать в штат И так далее То будет Наверное Ситуация Осмысленная Но это Повторюсь Гляд Такой со стороны Застройщики Возможно Мне возразят И скажут Что невозможно Строить Какие-то Виды работ Но опять же На примере Тех же стройотрядов Которые я затронул Если они брались За какой-то объект Они безусловно Кого-то привлекали Но не из серии Что мы тех привлекли Они плохие Они отвечали сами И Они в любом случае Этих людей Вынуждены были Вовлекать в свой процесс Сейчас мы видим Что некая фирма ООО Выигрывает тендер Допустим По комфортной Городской среде Но она потом Передает Это право Изготовления Этой фирме Иногда даже Это не одна Там еще Какие-то Субподряды И что мы видим Мы видим Качество Совершенно не то Которое есть Я в том числе Говорю про свой двор Потому что мы участвовали В семнадцатом году И у нас Было Абазеоричи Печально знаменитые Которые сейчас Обанкротились А делались У нас Ну точно Сотрудники Ну зовем так Это Не родившиеся В России И это никакой Не обазеоричи Они даже Это не скрывали Более того Они менялись Несколько раз И какое Качество работ При этом было После этого Естественно Там гарантийные Обязательства После обанкротства Абазеоричи Остается Как бы Достаточно Под большим вопросом Это как бы Просто частный пример Но и можно Трансферировать на все Поэтому Это не значит Что нужно Опустить руки Но Здесь Безусловно Очень сильное влияние Тех федеральных Законов и актов Которые мы сейчас имеем И они нам Очень сильно Связывают руки И пока К сожалению По каким-то причинам Очевидно Кому-то это интересно Они не идут Навстречу Тем Чаянием Жителей города Там я думаю Что не только Там это Меня волнует Многих Чтобы эта ситуация Все изменилась Касается-то всего И детского питания И прочее Когда самая минимальная Цена является правильной Да Безусловно Благое начинание Было в самом начале Но сейчас мы получили То что получили Вот у меня есть еще Один вопрос Правда у меня Должен быть Позднее по сценарию Но мне кажется Что наверное Он сейчас был бы логичным Вот вы заговорили Уже о своем дворе Да И вы увидели Не то что вы хотели В нем Вот сегодня Еще одна новость В ленте Да В Кирове Размывает новые тротуары Речь например О брусчатке На Захватаево Там вот ее Недавно положили Уже все У нас проваливается Новый асфальт У нас Не знаю Образуется просто Озеро Пруд Под новым Путепроводом Да И вот много Всего такого Разметка Новая Через две недели Исчезает Вот это Почему Ну Мое мнение Там Как не Такого большого Специалиста В транспортной Строительной Инструкторе Как другие Может быть Наступающие Вот Ну наверное Несколько причин Это отсутствие Какого-то Комплексного Решения Потому что Безусловно Лужи появляются В том числе Потому что Или работа Проведение Некачественно Где-то Не хватает Ливневки То есть Такой совокупный Фактор То же самое Что касается Подмытия Тротуара Потому что Наверное Здесь не только Точнее Может быть Несколько факторов Возможно Это вопрос Качеству Выполнив Работ Потому что Работа Принимается По объему По визуальному Осмотру По каким-то Дефектовкам Но Иногда Оценить Качество Какой-то Опыт Работы Поэтому За счет Этих Субподрядов Возможно Повлияло В том числе Это Я сейчас Говорю Несколько Факторов Это Ситуация С отсутствием Ливневок С отсутствием Каких-то Необходимых Уклонов Где-то Не выдержаны Были Те Требования Которые Должны быть И все это В совокупности Приводит К тому Что мы Вначале Что-то Делаем В том числе Несогласованности Действий Когда мы Сначала Делаем Дорогу Потом Ее Ведутся Раскопки А потом Благоустройство Так вроде Уже почти Перестали делать А вот На Ливневку Ведь тоже Уже многие годы Все валит И валит Все развалилось Ну это Ливневка Все затопило Но это тоже Ливневка Здесь Правильный ответ На этот вопрос Даст Достаточный эксперт Я опять же Всегда Вот Пример На себе На своем Округе У нас На моем округе Есть улица Шорина Где В далекие Советские времена Была выведена Ну назовем так Ливневка Это большая Металлическая Желоб Он находился Между двумя Садиками Точнее садиками И слями И он разгружал От водного потока Улица Шорина В сторону Улицы Дзержинского И когда садики Разрушили И там появились Новые дома Здорово Что эту Назовем ее Ливневку Осталась И вот она сейчас Спасает Улицу Шорина Там от Тех потоков воды Которая в том числе Идет со стороны Металлургов Ну долго То есть Раньше система Ливневок была Она не была Достаточно Но есть было Разумных вещей Они были предусмотрены Безусловно Этот вопрос Есть Потому что Там опять же Представляя район Болота Там даже Само название Говорит о том Что были уклоны Были местность Сейчас в том числе Есть проблемы Которые там есть Потому что Дома построили Дороги Что-то построили Что-то нет Но Ливневки Не хватает Она естественно Вымывает и дворы И тротуары И вот какое-то Отсутствие Целостности картины Это мешает Ну и Там тротуары Наверное Про тротуары Это общегородская тема Я могу поделиться Опять же Мнением По своему округу Про отсутствие Повторюсь Комплексного Какого-то решения И в том числе Про качество работ Там улица Уральская Сделали Приподнятый Пешеходный переход Все здорово Там С точки зрения Там и безопасности И знаки И так далее Но Сделали Без учета уклона Улицы Без учета того Что Соседние дома Не обладают Достаточным ограждением Отводных потоков В итоге Вода Которая раньше Уходила вдоль По улице За счет этого Искусственного Там неровности Она стала Литься во двор Дома И об этом Я тоже говорил И это вопрос Опять же Потому что Строители сделали Как им сказали И нету Какой-то Системной работы Потому что Ну и может быть Здравого смысла Когда они делали Что куда будет Деваться вода С тротуарами Мне кажется Была примерно Такая же ситуация Что не предусмотрели Места отвода воды Возможные качества Повторюсь Много факторов Такой комплексный работ И безусловно Там С этим надо работать Но работать Повторюсь Как системно На будущее В целом виде картину Так и оценивая Качество тех или иных Работ отдельных Которые как бы есть Которые к сожалению Тоже иногда Оставляют Желать лучшего Хотя есть Достаточно И удачные примеры Когда построена Дорога Служит годами И в принципе Всех устраивает Времени мало У нас еще хочу Обсудить Вот тот самый Третий пункт Который я называла С вами Да у нас в эфире Накануне был Депутат Госдумы Кирилл Черкасов Он говорит Что ЛДПР Дает Дмитрию Осипову Время до осени Разобраться Цитирую С отголосками Быковских схем При этом Черкасов Высказывает Очень интересную мысль Тем что ее До этого Вроде бы Никто даже и не говорил Никогда Все обвиняли Всегда Владимира Васильевича Во всех грехах А Черкасов Говорит что Человек просто Пострадал Из-за своего же Непрофессионализма Я процитирую Человек который Ни дня не работал В экономике Попал в управление Конечно через какое-то время Люди в разных подведах Почувствовав Что нет контроля Начали заниматься Противоправной деятельностью На первом этапе Он сохранял честь мундира Потом предложения Стали интересными Он был вынужден Смириться Играть по правилам Вот хочу Ваше мнение Во-первых По этому поводу Услышать А во-вторых Следует ли Из этого Что пока не сменится Полностью Состав чиновников В мэрии Схемы Возможно Никуда и не уйдут И все эти вот истории С троллейбусами С использованием земли Каким-то Ну я не соглашусь С утверждением Что Быков был Непрофессионалом Поверьте Человек который Прошел в армии Путь Я как человек Служивший в армии Я понимаю Что Просто так Генералом не становится Там просто Ну даже До полковника Дослужиться Нужно Ну действительно Проявить Определенные Качества Я не скажу Что они там Должны быть Все положительные Но качества Точно должны быть Поэтому Управление в армии Не сильно Точнее Отличается Но имеет очень много Схожие черты С управлением Госструктуры Там Это не бизнес Как раз Вот И я считаю Что Это мое мнение Что Говорить о том Что Там Воспользовались Его Некомпетенцией Незнанием Это однозначно Не так То есть Это Я считаю Что Компетенцией Для того Чтобы разобраться С тем Что есть Он обладал Это однозначно Вот Поэтому Тут По поводу того Когда закончится Там И вопрос Про смену Или нет Тут Не только В смене команды Тут вопрос К подходам Потому что Команда Работает Там По той Задаче Которой Перед ней Ставит ее Лидер Поэтому Я считаю Что безусловно Смена Команда Важна Даже не потому Что они плохо Работают Потому что Ротация Это Хорошее Задело В бизнесе Я всегда считаю Что в любом случае Нужна ротация И депутат Который пять раз Избирается Он Проверьте Уже не так Смотрит на этот мир Как бы Как человек Который Избирается Один Или Может быть Два Раза Поэтому Я надеюсь Что этих случаев Будет меньше Как поменяться Команда И какие будут Изменения Безусловно Зависит От той От того Его уходом А не потому Решение Я вообще Не скрываю Никакую Свою позицию Потому что Это не значит Что Мне Не жаль Предпринимателей Мне безумно Мне беспокоит Ситуация Вот Но Безусловно Если сейчас Это решение Было бы Не принято То Однозначно Ситуация По бюджетированию Была бы Еще хуже И Наверное Тут ситуация В другом Я проголосовал За В том числе Рассчитываю Что Бизнес Должен запуститься Там Те бизнесы Которые Еще не открылись Должны открыться Про это Мы можем Долго Говорить Я категорически Не поддерживаю Позицию Губернатора В части Запрет Работы Тех отраслей Ну И открытие Да у нас время уже закончилось Поэтому мое решение такое Закончилась Действительно Наша программа Вела ее я Мария Кожевникова В гостях Был депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин Михаил Спасибо вам Доброго дня Доброго дня Всем слушайте Спасибо До свидания